Что, Александр собрался кофе пить? Чашечка не маленькая у тебя? Ай, что там? А ну-ка покажи нам. Что, закончилось? Зерна закончились? Надо досыпать? Или тебе еще хватит? Нет, досыпать надо. Не хватит? Нет, хватит. Тебе хватит, а потом досыпать. Вот так вот, чашка, блогер. Да, но мне ж постель никто не принес. Ну да, тебе постель не принес. Правда, это уже вторая чашечка, я пью маленькими дозами. Да и тарелочка вот у тебя неплохая, кроме чашечки. Но тарелочка это еще первая, вторая будет потом. Я уже отведал этого. Уже отведал, а чашечка вторая. Значит, сейчас ко второй чашечке будет вторая порция рогалика. Нет, в рогалике я уже не могу. Нет, теперь только кофе, да? Хорошо, приятного аппетита. Спасибо. Ну, для того, чтобы и мне хватило, Саша решил засыпать, добавочку сделать, да? Да, но кофе надо было купить. Ну, не было скидки на кофе. Как будет скидка, мы сразу купим. Главное, что нам сейчас хватит попить. А если скидки не будет, мы будем без кофе? Будем без кофе, будем только ждать скидку. Да, надо это посмотреть тем, кто устанавливает цены в метрах. Потому что кофе мы берем только в метрах. И осталось еще. Да, осталось еще на разок. Но надеемся, что сейчас перед Новым годом будут скидки. Так что все будет окей. Что ж ты здесь? Кофе пьешь, а не на улице. Не хочется тебе на солнышко? Нет, я люблю, когда такая похода холодная. Я люблю в постели пить кофе. Блин. В постели это мне только по утрам положено. Посмотри, какое там солнце. Супер. Такое яркое солнце на улице. А я сейчас буду на улице, на солнце пить кофе. Утро доброе, друзья. Доброе солнечное утро. Доброе одесское утро. У меня кофе сегодня не с молоком. У меня кофе сегодня просто кофе. Иду на солнце попить кофе в свою беседку. Ай, солнце передвинулось за дом. У нас тут дом соседский. И здесь, вот оно здесь, еще светит. А там уже немножко за крышей соседского дома скрылось. И, конечно, я иду сюда ближе к солнцу. Потому что, конечно, на солнце в декабре, почти перед Новым годом. Как тут не попить кофе? Да, Чижик? Конечно, конечно. И Чижик со мной. Друзья, сегодня опять декабрь продолжается. Солнечные дни продолжаются. И мы, конечно, не упускаем возможности насладиться этим. Потому что, как вы знаете... Ой, ветерок. Ветерок падул. Как вы знаете, солнце в декабре, это дорогого стоит. Потому что везде уже метели, морозы, снега. В большей части Украины, конечно же, уже снег. Я вот смотрю, везде снега. А у нас пока Одесса еще держится, держится. Поэтому... Ой, красота. А ветерок такой, знаете, морской. Морской. Ай, пахнет. Такой кофе горяченький. Пар еще идет. Я сегодня, знаете, собралась готовить, ну, не скажу, котлеты. А это, по-моему, называется бризоли. Ну, может быть, некоторые хозяйки знают, что это. Но это, в принципе, мясной фарш. Я вот говорила о том, что я купила. Вот мы были на рынке, и нам там перемололи мяско. И, конечно, я сейчас в этот фарш добавлю лучок, чесночок. Ну, все как положено. Соль, перец. Ну, вы знаете. И, конечно, хочу сделать такие, как плоские котлетки. И во взбитом яйце. В общем, и на сковородочку. Ну, сейчас я, конечно же, вам это покажу. Потому что, ну, уже как-то котлеты делали. Уже стейки мясные делали. Уже, знаете, не знаешь, что уже приготовить. Поэтому у меня появилась вот такая вот идея. Я вспомнила, когда-то я готовила такие бризоли. И они, знаете, как отбивные, только не из цельного мяса, а из молотого. Поэтому очень даже хороший вариант. Я вам советую, попробуйте. Вот. А я сейчас допью кофе и пойду готовить. Напишите, что сегодня готовите вы. Интересно. Может быть, какие-то идеи я для себя еще возьму. Потому что каждый день что-то придумываешь. Хочется разнообразия. Хочется правильное питание. Но иногда хочется и жареного. Вот. Что может быть не совсем правильно. Ну, в общем, сейчас дальше будем продолжать на кухне. Так. Ну что, начинаем делать наши бризоли. У меня вот фарш уже готов. Перемолот. И уже все я туда положила. И яйцо даже. Ну, и, конечно, лучок, чесночок, сольчик, перец. В общем, все. Положила. Хорошенько его взбила. Здесь у меня мука. А здесь у меня яйца взбитые. Немножко добавила муки. Два яйца взбила. Такой кляр. И вот я беру. Вот так вот. Фарш. Делаю его таким, знаете, приплюснутым. Приплюснутым. Вот такой, ну, может, как гамбургер. Знаете, вот так вот. Ну, и, конечно, обмакиваю в муку. И так сделаю со всеми остальными нашими бризолями. Ну, вот, вот так вот я сделала, обмакала в муке наши такие бризоли. И сковородочка у меня уже нагретая. И сейчас я это дело буду обмакивать в яйце. Вот так вот с двух сторон. Опа! И на сковородочку. Ах, красота! Вот так вот. Раз. Обмакали. О, девочки, это, вы знаете, вкусно так. И вот на сковородочку. И так далее. Кто смотрит, тому вкусно. Ага. А кто... А кто... А кто лайк не поставил, тому будет невкусно. Нет, это будет вкусно, как только вы это сделаете. Вам будет так же вкусно, как и нам. Потому что, посмотрите, какие они уже аппетитные. А? Не так ли? Конечно. Такая вкуснота жарится. Мои бризольки жарятся. А я тем временем хочу съесть вот такой вот рогалик. Очень вкусный. Саша уже сегодня вместе с кофе поел. А я сейчас... Вкусно. С вареньем. Что-то у меня и со смородиновым, и с абрикосовым. Очень вкусно. Главное, чтобы у Мурза рога не выросли. Ага. От рогаликов. Саша переживает, чтобы от рогаликов рога не выросли. Нет, нет, нет. Все хорошо. Рогалики очень вкусные. Да? А у меня тем временем пожарились с одной стороны мои бризоли. И я думаю, что можно уже перевернуть. Опа. Красавчики. Посмотрите, какие они красивые, аппетитные. А запах такой раздается. Саша, наверное, уже хочет попробовать, да, Саш? Не, я вначале рюмку вакцины... Рюмку вакцины? Ты, наверное, смотри, не переборщи дозу. Потому что сейчас только третью, третью дозу все получают. А ты уже не знаю, какую по счету. Раньше люди стаканами пили, а мы тут... Действительно. А ты, конечно, для такого мужчины, как ты, это мелочи, да? Да, для аппетита. Для аппетита. Да, вот такие вот у нас красавчики получаются. Ах, какие красавчики, румяные, аппетитные. Все, выключаю плиту. И они уже готовы, потому что мясо молотое, готовится быстро. Ну что, бризоли наши готовы. Ай, аромат уже раздается. Конечно, очень вкусные, красивые. Вот такие красавчики. Ну, а вы готовьте, как мы. Готовьте вместе с нами. И готовьте лучше нас. Ну, а вакцинация сегодня у нас будет за кадром. И на сегодня все. Пока-пока.